Это видео снято с 4 этажа многоэтажки Налевского. Из окна на 11 этаже дома напротив валит густой черный дым. Очевидцы сразу набрали 0,1. В принципе вышли на балкон, увидели, что техника подъезжает пожарная. После чего обратили внимание на 10 этаж соседнего дома. В пятом часу вечера на проспект Фрунзе прибыло сразу несколько пожарных расчетов. Опасность очевидна. Огонь может перекинуться на соседние квартиры. Времени на раздумья нет. Сотрудники МЧС действуют быстро. Спустя несколько минут называются и первые данные. Квартира трехкомнатная, горела мебель. В итоге пожара выкурировано 6 человек. Это с 11 этажа, с двух квартир. И проверенные квартиры. На 11 этаж приходится подниматься по лестнице. Лифт из-за пожара не работает. Пострадали практически все этажи. Пожарным из-за сильного задымления приходится бить стекла в дверях. Чтобы попасть на этаж, на котором началось возгорание, спасателям пришлось выламывать дверь. Также сейчас открыты все окна, чтобы из подъезда вышла гарь. На площадке 11 этажа переполох. Соседи пытаются помочь погорельцам. Когда квартира вспыхнула, дома никого не было. К сожалению, спасти домашнее животное не удалось. Из-за телевизора сгорела квартира. И погибла собака. Подключил все питание, электричество на площадке у себя. И поднялся сюда помочь соседям. Стоит отметить, пожар доставил немало проблем и другим жителям многоэтажки. Соседи, живущие внизу у горящей квартиры, теперь ликвидируют последствия потопа. Что касается официальных причин, то их назовут в течение 10 дней. Одной из версий является короткое замыкание. Александр Лисицын, Георгий Иванов. День в событиях. Продолжение следует...